Рисунок, который сами наши жители выбрали эскиз, сами это всё придумали, чтобы отобразить историю нашего музея, как это всё начиналось, как строились первые ангары. Этим красочным панно, посвящённым музею ВВС, теперь ежедневно любуются жители подъезда дома 7 по улице Красовского в посёлке Монина. Выполняя ремонт, управляющая компанией «Вега» пошла навстречу совету многоквартирного дома и пригласила местного художника оформить стену в одном из подъездов. Самолёты изначально были другие, но потом для того, чтобы отобразить именно начало нашей авиации, самые первые самолёты, которые ещё были даже деревянные, он предложил другие самолёты. Автор панно – 27-летний военный лётчик, рисующий под псевдонимом Александр Калур. На стене подъезда типовой пятиэтажки изображены раскрытые ворота авиационного ангара с видом на пролетающие самолёты. Такую картину художник-любитель увидела в Центральном музее ВВС в Монине. Когда первый раз увидела, я подумала, что попала не в свой подъезд. Сделали очень хорошо ремонт. А вот это такой подарок, вот это вот всё очень здорово. Прежде чем появился рисунок, УК «Вега» в рамках ремонта подъезда привела в порядок входную группу, устроив пантус для заезда колясок, заменила в подъезде окна, межтамбурную дверь, почтовые ящики и освещение. Всю эту работу в прошлом году начали формировали, когда план ремонта на 22-й год, провели собрание и решили ремонтировать три подъезда. Два из них, первый и второй по программе губернатора со финансированием. Художник больше недели работал. Мы уже, когда подъезд закончили, сдали комиссион на его. После этого приступили к рисунку. Год основания Центрального музея ВВС в посёлке Монина и год постройки дома совпадают – 1957-й. В нём жил известный военачальник, генерал-лейтенант Григорий Концевой. И сегодня проживают авиаторы, участники Великой Отечественной войны. Красочное панно – это в том числе и дань уважения к их лётному труду. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.